С вами Мегаобзор.ком, в центре внимания сегодня у нас недорогое компактное шасси Formula Air Mesh G1 Рассчитанное на сборку рабочей или игровой системы с материнской платой до MITX И видеокартой до 256 мм Комплект его включает карточку, здесь есть спецификации по совместимости с компонентами И набор также включает винты Корпус доступен в белом и черном вариантах исполнения У него компактные габариты 168х350 и 300 мм Толщина стали 0,4 мм Лицевая панель выполнена из цельной металлической сетки с мелкой ячейкой Внизу декоративная вставка с логотипом бренда Такое исполнение обеспечивает свободный доступ воздуха во внутреннюю камеру К правой и левой стенке есть стали, центральная часть выштурбана Часть площадью занимает интелляционная решетка Снимается с двигом назад, крепится при помощи накатанных винтов Верхняя стенка глухая, на переднюю панель у нас вынесены USB-C, два USB разъема Это 2.0 спецификация Два аудио разъема, светодиодный индикатор активности, кнопка включения Заднюю стенку формула AirMesh G1 с верхним расположением блока питания На заднюю вентиляционную решетку предустановлен 80 мм вентилятор Четыре заглушки и подплаты расширения, три из них выламываются На основании вместо пластиковых ножек наклеены резиновые накладки Высота у них небольшая, но здесь из-за схемы расположения не требуется подвод воздуха Придраться можно к тому, что предполагаешь, что со временем они могут оторваться просто Есть отверстия для фиксации накопителей Передние и боковые стенки снимаются, открывается полный доступ при проведении монтажа У него общая камера для монтажа всех компонентов Сверху ставится блок питания Кабели можно будет завести на стойку материнской платы и вывести только нужную длину через три отверстия сбоку Хотя рассчитывать на укладку большого пучка тут не стоит Свободная высота не превышает 1,5 см Вот эта толщина, в которую можно вложить кабели Нижнюю часть занимает материнская плата Выбрать можно между MITX и MATX В центральной части вырез, используемый во время монтажа системы охлаждения процессора В качестве охлаждения только башенной конструкции Высота 152 мм Я думаю, что вы понимаете, поставить можно только процессоры начального и среднего уровня Графический ускоритель до 256 мм Сюда помещается новый RTX 47 Super Под дисковую подсистему выделено три посадочных места Два из них только под накопитель типа размера 2,5 дюйма Один позволяет поставить 3,5 дюймовый диск Несмотря на невысокую стоимость, здесь есть актуальный кабель USB 3.2 Gen 2 И USB-C на лицевую панель Но нет, например, обычного USB 3.0, только USB 2.0 В итоге получаем недорогой корпус для систем начального и среднего уровня Тут можно как рабочую собрать, так и игровую Из минусов отмечу, отсутствие противопылевой защиты, тут ее вообще нет И наклеены ножки в основании, которые со временем могут отклеиться С удовольствием обсужу с вами формула AirMesh G1Y Лайк, подписка приветствуется, пока-пока